Кузбасские машиностроители подписали соглашение с белорусскими коллегами о сборке трамваев и самосвалов. Я обращаюсь к руководителям, собственникам. Вы совесть-то имеете? Аман Тулеев призывает сделать радуницу в Кузбассе выходным днем. Карманники-моралисты и угонщики-правдорубы. Кемеровские правонарушители ударились в нравственные искания. Актеры разговаривают друг с другом, а куклы беседуют с Богом. Областной театр кукол имени Гайдара празднует свое 70-летие. Давеча Кузбасс посетил главный железнодорожник России Владимир Якунин. Аман Тулеев и Владимир Якунин подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между РЖД и Кемеровской областью на период до 2014 года. Проблемы с вывозом угля в Кузбассе начались в прошлом году, когда были добыты рекордные 192 миллиона тонн. Причиной этого стала непродуманная реформа РЖД. Большую часть парка вагонов передали частным перевозчикам. И на железных дорогах начался хаос. И мужик меня спрашивал, а зачем я вообще добыл вот этот уголь, который год назад, и он на его глазах лежит. При этом еще люди погибали. В ситуацию глава региона попросил вмешаться Владимира Путина. Сначала количество операторов по перевозке угля сократили почти в 20 раз. С 230 до 12. Когда все это началось, вы же помните, когда все встало и вообще не поймешь, я уж на что, ну бывало и в этих делах, значит, вот был. Я вызвал президента, я говорю, Владимир Аш, нужен совет. Что будем делать, потому что, ну, еще чуть-чуть и народ может взорваться. Тут дело-то не только в угле, значит. Посоветовались, пришли к выходу. Хоть ты лопни, надо просто уменьшить и все. А что значит уменьшить? Что-то опять будешь собирать Государственную Думу, ну, я извиняюсь, Владимир Иванович, или Совет Федерации. Что там будешь? Жириновского, еще кого-то слушать, что делать и так далее. Значит, все равно нужно брать, была ответственность кому-то. Ответственность взял Владимир Иванович, я взял на себя. Он поручил начальнику дороги Целько, вот, Александру Витальевичу. Я своим, значит, собрали всех этих операторов, остальное, Наталья, вы сами были и видели. Какая была драка до этого. Скольких операторов мы вызывали, скольких просто, ну, за горло брали и говорили, прекрати. Но всех проблем это не решало. Тем более, что Владимир Путин во время своего визита в Кузбасс поставил задачу увеличить добычу угля до 30-го года на 100 миллионов тонн. Нынешние соглашения – один из важнейших этапов решения задачи на перспективу. Документы, которые подписывали Саман Гумировичем, нет ни одного соглашения, которое бы мы не выполнили. Все выполняется. Это говорит о значении таких документов. Что касается соглашения, которые подписаны сейчас, то оно развивает те установки, которые были сформулированы Владимир Владимировичем во время проведенного здесь совещания по необходимости развития инфраструктуры и поддержки отрасли с точки зрения добываемого угля. Значит, там озвучивались цифры 225 миллионов тонн. И, значит, это перспектива, безусловно. Мы должны к этой перспективе готовиться. Наше соглашение именно на это и направлено. Это соглашение, которое позволяет и угольщикам, и железнодорожникам отрабатывать совместно свои планы развития для того, чтобы у нас не возникало нескоординированной остановки движения угольных составов. Соглашение предусматривает развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта, строительство путепроводных развязок и пешеходных переходов на станциях, благоустройство вокзалов. В Новокузнецке появится новый пригородный вокзал. А работать мы обязаны, потому что если мы не будем помогать железнодорожникам, они нам помогают. Спасибо. Ну мы встанем и все. Мы не можем друг без друга, просто по технологии не можем. Давича выяснилось, что кузбасские и белорусские машиностроители тоже друг без друга не могут. В Минске были подписаны соглашения о сборке в Прокопьевске карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 тонн и трамваев для кузбасских городов. В Кузбассе посчитали, что собранные на месте самосвалы и трамваи обойдутся дешевле на 30-40%. А белорусская сторона просто не могла отказать такому партнеру. Мы уже занимаемся производством кузовов. За прошлый год мы сделали 120 кузовов автомобилей БелАЗ. То есть мы покупаем автомобили, а кузова изготавливаем на нашем заводе в городе Кемерово. То следующий этап – это полностью передача всей технической документации и производство 90-тонного автомобиля совместно с белорусским заводом в Кузбассе. Я думаю, что это будет большой прорыв и большая польза. Мы приобретаем в Кузбассе 56% всего того, что здесь производят. Это 400 белазов в год. Причем через наш дилерский центр белозавтов мы продаем 360 белазов. Поэтому очень важно развитие этого сотрудничества. Сейчас по поручению губернатора делегация в главе с Владимиром Петровичем Мазикиным обсуждает возможность переноса частей некой одной из линий по производству определенной линейки белазов к нам в Кузбасс. В Кузбассе будет производиться 150-200 большегрузных автомобилей в год. Это позволит к 2015 году обеспечить все угольные карьеры области белазами местной сборки. В перспективе возможна сборка и других моделей грузоподъемностью до 360 тонн. Президент Путин поставил задачу развития угольной отрасли, дальнейшее еще увеличение на 100 миллионов тонн угля. Я думаю, значительно доля упадет на наш Кузбасс. И сегодня мы даем угля стране 192 миллиона, то где-то в рамках 250. Чтобы давать 250 миллионов, безусловно, необходимо, будем говорить, укреплять, будем говорить, и техническую сторону нашего производства. Обсуждалась также возможность создания на территории Кемеровской области совместного предприятия по производству трамваев. Сегодня губернатор поставил задачу обновить городской транспорт в Кузбассе. Скажем, если из 400 трамваев, которые сегодня работают в пяти городах Кузбасса, 250 требуют немедленной замены по износу. И вот сегодня достигнуто соглашение, и мы начнем уже в Прокопьевске собирать трамваи белорусские. Если мы наладим производство этой продукции у нас в Кузбассе, снизится стоимость. Причем в некоторых случаях она снизится на 30-40%. Это значит, допустим, приобретать какой-то регион два трамвая сейчас. А если он будет покупать их у нас, сделанных в Кузбассе, он может купить на те же деньги три трамвая. То есть экономия очевидная. Вот главная экономическая эффективность этих переговоров и этого процесса. Проект благословил и премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович. Мы поддерживаем. И большое спасибо за вот такое активное участие. Привет губернатору. Железная дорога и трамвайные пути давно уже связаны в стихах Самуила Маршака. Однажды на трамвае он ехал на вокзал. И двери открывая, вожатому сказал. Глубоко уважаемый, вагона уважатый. Вагона уважаемый, глубоко уважатый. Во что бы то ни стало, мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала вокзай остановить? Вожатый удивился. Трамвай остановился. Чтобы не попасть в положение незадачливого пассажира, Кемеровской области необходимо попасть в Государственную корпорацию развития Восточной Сибири и Дальнего Востока, о создании которой в феврале объявил Владимир Путин. Задача этой организации – реализация инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе, металлургии и на транспорте. Для Кузбасса эти направления ключевые. Крупные холдинги активно инвестируют средства в строительство железнодорожной инфраструктуры и угольных терминалов в портах, где находятся самые емкие и быстрорастущие рынки для кузбасских грузов. Но пропускная способность железных дорог в этом направлении сегодня не отвечает потребностям региона. С включением Кузбасса в госкорпорацию появится возможность получить средства на развитие Транссиба и БАМа. Географический Кузбасс трудно отнести к Восточной Сибири, но у экономики своя география. Кузбасский уголь составляет большую часть грузоперевозок Транссиба и БАМа, так что несомненный резон в нашем участии в новой госкорпорации есть. Давича жители города Березовский с удивлением обнаружили, что вода в реке Барзас приобрела багровый цвет. Никогда не было такого. Ну по весне речка желтая идет, ну там глину размывает по берегам все. Ну а это я не знаю, что творится. Облет территории на вертолете показал, что речка покраснела близ поселка Нижняя Суета, где расположено золотодобывающее предприятие. Похоже, воды из его отстойника и попали в реку. Говорят, что это глина. Это глина, да. Там золотой призк работает и что-то какие-то, видимо, у них проблемы, но специалисты поехали разберутся, это глина. Ну она плохо очищается, ну разбавляется. Сказать, оседает, мутности уже меньше. В любом случае здоровью граждан ничто не угрожало. Водопровод снабжался из альтернативных источников, а через несколько дней и речка очистилась. Давидчик и мировчанка Галина Шлопакова заказала в компании Еврокупе Командор новую дверь за 15 тысяч рублей. За счет вот этой передвижной двери, раздвижной, я хотела это самое, расширить коридор. Поэтому обратилась в Командор, мне понравились их двери там, я посмотрела у них выставку, у них очень красивое там все. Я подошла к менеджеру, спросила, у меня такая же будет стоять? Она говорит, да, такая же. Я говорю, ну давайте заказ, присылайте, будем измерять. Когда пришла пора оформлять документы, дверь неожиданно подорожала до 18 тысяч. Потом выяснилось, что демонтировать старую дверь придется за свой счет. Потом рабочие привезли и повесили только дверное полотно и рельсы, но отказались делать опанелку. Потом оказалось, что на двери имеются потертости и даже сквозное отверстие. Когда я ей сказала, что дверь некачественна, возвращайте деньги, забирайте свою дверь. Она сказала, ничего не получится, деньги страчены на материалы, на работу, и поэтому никакого возврата, а то, что вы заказали, то вам поставили. Кроме того, в компании утверждают, что если клиент недоволен товаром, он должен в акте приемки указать все недостатки, чего Галина Васильевна не сделала. Так что ей никто ничего не должен. В законе презюмируется, что покупатель – это не профессионал и не специалист. Если ему показывают какую-то техническую документацию, он вполне может не понимать, что вот это значит. Если показывали только эти документы, мне кажется, это недостаточное выполнение информационной обязанности. Необходимо объяснять клиенту, что он получит за свои деньги. Теперь Галине Шлопаковой советует сделать независимую экспертизу, а если и это не подействует – искать правды в суде. Но и впредь, конечно, читать договоры внимательней. Не знали, в какую дверь стучаться и жительницы села Пача, которым не выплачивали зарплату и еще угрожали. Выслушал их депутат Госдумы Николай Валуев в общественной приемной Путина. Он посоветовал им никого не бояться и с проблемами по заработной плате пообещал разобраться. Теперь беседовать с Валуевым, похоже, придется работодателям. И понятно, им трудно будет депутату-тяжеловесу отказать. Давеча совет ветеранов Кемеровского завода «Азот» справил новоселье. За 39 лет создания организации, наша организация была и в подвалах, и в доме культуры, без окон, и была в трехкомнатной квартире и так далее. Но это самое лучшее, самое идеальное условие. Вообще-то ветераны попросили у руководства помещение для бильярдной, но получили еще и зал для собраний и тренажерный зал. Приняли решение сразу сделать получше, сразу весь комплекс вот этот завершить, чтобы здесь были и туалеты, и могли провести собрание, и поговорить, и порепетировать. Ну, эти вопросы у нас согласовываются легко с президентом. То, что направлено на людей, он решает влет. Я ему просто позвонил, сказал, что там на одной комнате не обойтись, надо сделать по-человечески. Ну, сказал, делайте. Куда более масштабные новоселья справят кемеровские хоккеисты и ученые. Вице-губернатор по строительству Антон Сибиль объехал кемеровские новостройки. Начался с мотроспорткомплекса на ФПК, где появится крытый каток. Открытие его запланировано на конец 2012 года. Но вот мест для болельщиков, по мнению вице-губернатора, запланировано маловато. 350 миллионов стоят спорткомплексы. Всего лишь 350 человек смогут наслаждаться возрождением нашего хоккея-шайбы в городе Кемерово. Я посчитал, что это неправильно. И сегодня поставил задачу проектировщикам, администрации города рассмотреть возможность или дополнительные места, или уплотнения, или какие-то сейчас есть там моменты, там, надстроить еще одну трибуну. Но все-таки хотя бы мест 500 мы здесь должны добиться. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось еще в 2006 году и прерывалось дважды. Сначала были проблемы с проектировщиками, что где-то что-то неграмотно сделали по геодезическим, геологическим изысканиям. Затем, все знаете, кризис, это коснулось не только Кемерово, не только Кузбасса, но и весь мир. Ну, я думаю, сейчас мы уже третий раз не допустим этого, и все-таки в этом году ведем и дадим второе рождение хоккею. Тем временем в Кузбасском технопарке идет строительство лабораторного корпуса экологии и природопользования. Планируется, что здание будет сдано также в нынешнем году. Вот тот проект, который на слуху у многих, значит, это производство ассорбентов из углей Кузбасса, да. Вот у него сейчас нет производственного помещения. Мы сейчас даже для него снимаем, нет помещения у другого, там сказать, собственника. А теперь у него появится своя собственная площадка, где будет и помещение, и цеха, ну, громко сказано цеха, и участки все производственные лабораторные, и лаборатория, где можно будет исследовать качество того продукта, который он получает. Вот он будет располагаться здесь. Когда мне было лет пять или четыре, я уже не помню, я была в Алмате, и меня очень сильно поразил Алматинский зоопарк. И вот после этого, наверное, я жила очень во многих городах, в основном в сибирских городах, и вот это вот отсутствие зоопарка, как-то всегда хотелось вернуться обратно в детство, и вот сходить и посмотреть на животных. Поэтому возможность была бы, если то в Кемерово красивый большой зоопарк, как бы с хорошими площадями, там, с бассейнами, с фонтанами, с красивыми деревьями, большими просторными вольерами. Когда-то давно в свое время я была в Югославии, и не помню, в каком городе нас водили в центр, где занимаются по интересам. У нас есть детские там учреждения, у нас есть по социальным службам какие-то там для пенсионеров, что-то точечное, это, в общем-то, не информировано все население, туда и невозможно, в общем-то, попасть. А там по желанию и домохозяйки, и пенсионеры, и дети, кто вяжет, кто шьет, кто пляшет, кто... Ну, в общем, все виды искусств, и все на свете. Сквер или парк мостов. А вот, причем место, так сказать, есть возле областной библиотеки. Парк, в общем-то, пустой. Если там сделать разные мосты, разные. Значит, подвесные, там, арочные, каменные, ну, естественно, модели. Но есть еще более шикарное место у нас, значит, которое был проект когда-то очень давно. Ну, вот там, где Антошка у нас, значит, и парк Победы. А вот, и используют территорию, которая к цирку уходит. Там сделать зону, так сказать, отдыха, с озером. Вот если вот эту территорию использовать... Давича губернатор, как и каждый год, обратился с призывом сделать выходным днем Радуницу, традиционный день поминовения родителей. Я хочу напомнить вам, дорогие земляки, в 2008 году мы приняли решение сделать этот день родительский нерабочим днем. У нас пока получилось только для бюджетников с сохранением заработной платы. Нерабочим днем с сохранением заработной платы. Там, где позволяют условия работы. Мы специально объявили этот день нерабочим, повторяю еще раз, с сохранением зарплаты, чтобы у наших людей была возможность. Вот спокойно, без суеты, спешки, мы все же вот бежим, вот все бежим, бежим куда-то чего-то, сидим, рыдаем, думаем, придумываем. Но один-то день вот нужно выделить, чтобы посетить спокойно родные могилы, сходи в церковь, зажги свечу, помини всех людей, которых, помнишь, но которые ушли, которые сделали тебе добро. Ну, естественно, своих матерей, естественно, своих отцов, бабушек, дедушек, родственников, друзей, это уж связь. Вот и в этом году я вновь обращаюсь к руководителям предприятий с просьбой, вы инициативу-то нашу поддержите, вы совесть-то тоже имейте. Многие люди в прошлом году, собственники, я даже их буду вот поощрять, поступили по-государственному, они точно так же сделали, как мы для бюджетников, точно так же сделали для своих работников, там, где режим работы позволяет. Надо также дать выходной день с сохранением средней заработной платы своим сотрудникам, там, где позволяет технология работы.